На крышах многоэтажек снега в частном секторе нет воды. Ответственные лица за свои обязанности отвечать не торопятся, на жалобы жильцов не реагируют. Посмотрим, на что на этот раз закрыли глаза коммунальщики. Охота на воду. Жители улицы Гоголя начинают утро с похода к колонкам на соседнюю улицу. История длиной в 30 лет. Вот пустая, ведра полные, это пустое ведро. Вот это вся вода, воду я заполняю всегда, чтобы они не страдали. Снежная лавина с кровли дома. Подросток получил травму головы по пути за сладостями. Кому в этой истории придется не сладко. Я услышала грохот, шум. Падает снег и мальчик накрывает этим снегом. Одни ноги только. Пока в одном конце планеты люди запускают ракеты в космос или создают роботов, способных полностью заменить речной труд, некоторые барнаульцы идут за водой на соседнюю улицу. И это жизнь в краевой столице. В этот дом обдул Керим Тагиров переехал еще в далеком 89-м. Тогда отсутствие здесь водопровода рассказывает большой проблемой не считал. Другого жилья все равно не было, а оказаться с детьми на улице боялся. С реальностью смирился быстро, изучил маршруты до ближайших колонок, а сейчас уже на глаз определяет, насколько хватит запасов. Ребенок, дочка, я с женой. Насколько, я не знаю, как. У меня пять фляг и еще три по двадцать таких ведерочки. Я заполняю, на два дня хватает. Ну если так, а если стирка, что-нибудь они придумают, честно говоря, уже может даже каждый день надо. Охота на воду для него и еще нескольких жителей по улице Гоголя обычно начинается в пять утра, пока на дорогах мало машин. Сегодня, правда, исключение. Пенсионер пошел за водой позже, чтобы показать нам, как это не просто бывает, попить чаю. Боится одного, ближайшая колонка может обледенеть. Когда здесь замерзает, она часто бывает на Королевнике. Ходим на Пушкино, вот туда, где я покажу потом. Если там замерзли, ходим возле церкви. Сразу за церковь, там, где магазин, вот там никогда не замерзает. Практически роскошью стал субботний поход в баню. Для столь необходимых процедур требуется двойной, а то и тройной запас воды. Но попробуй-ка, доставь ее домой в морозы. А здесь прихватить уже невозможно. Знаешь, там, не успевать вот это. Начинаешь, молотком иду, пробиваю, крышку, отрываю. А раз она здесь схватила края, уже резинка плотная не получается, пока домой придешь, в воде почти пол ведра, ведра воды нет. Год назад, казалось, удача улыбнулась. После обращения жителей в прокуратуру, водоканал прислал ответ. Ближайшая точка подключения на улице Пушкина. Но расстояние до нее настолько велико, что работы пенсионеру будут не по карману. Два частные дома свои, с земельками. И еще там, сзади института, селхозинститута, там это пространство, они вычистили, там все. Там будет стройка большая. Они же пробивают, кто разрешит там пропускать. Ближайшая и пока что единственная точка для подключения к водоснабжению пролегает рядом с домом Тагировых, примерно в 20 метрах. К этой ветке подключилась частная организация по соседству, директор которой не пошел навстречу мужчине и предложил свой вариант развития событий. Пусть город, говорит, или от той ветки наискосок сюда, или пусть продлевает на уровень твоего, вашего дома, говорит, пусть они здесь пробивают, говорит, это пускай город занимается, ты лучше в город обращайся, говорит. Администрация города о непростой участи пенсионера и его соседей давно знает. Люди с начала 2000-х стопками несли письма с просьбой о помощи. За это время уже успело смениться три мэра, но ничего не изменилось в истории с водой. По словам мужчины, в муниципалитете ему ответили, что данный водопровод не стоит на балансе у города, хотя и пролегает на его территории. Якобы принадлежит ветка все же к частному лицу. Вот и не знает пенсионер, где искать правды, а пока предпринимает все, что может. Однажды даже пробурил воду во дворе, но экспертиза не признала эту воду питьевой. Ежедневное путешествие к колонкам продолжилось. 70-летний пенсионер уже обращался к губернатору, но письмо загадочным образом не дошло. От отчаяния теперь собирается писать президенту. Вот пустая, ведро полное, это пустое ведро. Вот это я мне вся вода, воду я заполняю всегда, чтобы они не страдали, чтобы воды у них осталось. Иногда у меня нет дома там. Такой добытчик в семье. Ну а как? Семья-то, они, ну, дочка, женщина, жена, женщина, ребенок маленький. А кто будет? Напомним историю, которая произошла буквально неделю назад. Подросток тогда пострадал от снежной лавины, которая скатилась на него с кровли этого дома. Мальчик тогда получил травму и остался жив. Правда, разбирательства на этом не закончились. На этом видео момент падения снежной лавины с крыши многоэтажки. Подростка засыпала снегом, его поднимает прохожая. Мы не дали ему потерять сознание, потому что мы сразу его начали тормошить. Ты как? Ты живой? Давай присядь, поговори с нами. Чтобы он, потому что он был, ну, ясно, понятно, что в шоковом состоянии. Плюс он не понимал, что происходит, потому что, ну, неожиданно просто мальчишка вышел с магазина, за пироженками сходил. Шум от упавшего на землю снега был настолько громким, что его услышали даже за стенами соседнего киоска. Я услышала грохот, шум. Падает снег, и мальчик накрывает этим снегом. Одни ноги только. Мы вынесли стул ему, посадили с него крови вообще, он много крови, прям всякую кровь в крови, капюшон весь в крови. Вызвали скорую. Подросток отделался ранением головы, в больницу наложили швы, сделали рентген и, не обнаружив повреждения черепа, отпустили домой. Хотя поначалу, по рассказам главы семьи, мальчик говорил не связанно и в первый день терял сознание. Сейчас он после больницы, после перевязок, он постоянно лежит дома. То есть никуда не ходит, ни в школу, ни на тренировки. Лежит постоянно под глазами все синее, то есть спать не может тоже, потому что боли головные. Насколько серьезной была травма, покажет томография. Делать ее мальчику планируют после того, как спадут отеки. А пока родители занимаются здоровьем ребенка, следователи начали проверку по этому делу. Очевидно, что ответственность за случившееся должна понести управляющая компания, которая, по словам очевидцев, навела порядки на крыше уже на следующий день после случившегося. Все равно, где у нас на самом деле нависает на балконах какие-то опасные, мы всегда снимаем. У нас есть прямо лица, которые мы нелегодно снимаем, убираем на Ленинском проспекте. А это вот просто даже, это вообще просто, я бы сказала, даже тот точно какой-то орог. Потому что я, конечно, очень беспокоенна, я сама очень сильно переживаю. Поначалу директор управляющей компании в ходе разговора с нами намекнула, что отчасти виноваты собственники квартир с пятого этажа. Якобы это с их несогласованных балконов рухнул снег. Очевидцы же рассказывают обратное. Когда мы уже отбежали, то есть часть уже была на земле, но какая-то часть еще не допадала. И вот в тот момент мы начали искать глазами, откуда, собственно, идет опасность. Потому что как бы мы были не одни, и надо было либо бежать еще дальше, либо что-то делать. И взор упал на крышу. Родители сообщают, что намерены продолжить дело в суде. Во-первых, чтобы виновные возместили лечение ребенка. Во-вторых, чтобы такие случаи не повторялись. Ведь исход мог быть еще страшнее. Степень тяжести определить сложно, потому что эксперты-медики посмотрели подростка сразу непосредственно после травмы. Возможно, еще какие-то неврологические последствия и так далее. Соответственно, говорить о тяжести вреда пока сложно, но в зависимости от последней, возможно, даже вплоть до уголовной ответственности к соответствующим лицам. Если сначала, по словам отца подростка, директор управляющей компании сама назначала встречу, то теперь вместе с учредителем всячески уклоняется от разбирательств, ссылаясь на проблемы со здоровьем. Тем временем пострадавший мальчик жалуется на головную боль и остро переживает за то, что его отстранили от важных соревнований. Субтитры создавал DimaTorzok